60-летний тренер высшей категории села Железенко Паладарской области Евгений Кисляков готовит детей к соревнованиям самого высшего уровня. Уже 44 года мастер спорта СССР и Республики Казахстан занимается лыжными гонками. И несмотря на преклонный возраст, полон энергии и планов, после смягчения карантина в первый же день спортсмен возобновил полноценные тренировки. СССР и Республики Казахстан Ты чуть-чуть корпусом можешь помогать. Чуть-чуть помогай. Вот. Максим, досталкивайся, досталкивайся до конца руками. Евгений Кисляков воспитал много талантливых спортсменов. Одна из них Ирина Рыбакова. Серебряный призер зимней универсиады 2017 года. Она родилась и выросла в Железнике. Под началом сельского учителя физкультуры добилась первых спортивных результатов. По ее стопам сегодня идет ее двоюродная сестра. 14-летняя Элика Нида уже кандидат в мастера спорта. Имеет две золотые, по одной серебряной и бронзовой медали. А ведь лыжами занимается всего четвертый год. Тренирует ее младший сын 60-летнего тренера Виктора. Наши тренеры профессионалы своего дела. То есть они знают, как, что, как подготовить детей, как поддержать, как успокоить. И у нас очень хорошее отношение со всеми. Очень хочется повторить весь путь, как сестра, стать еще лучше. Я мечтаю о олимпиаде, чтобы показать себя, свои достижения. Здоровый образ жизни и любовь к спорту Евгений Кизляков прививал сыновьям с детства. Они буквально выросли на его тренировках. Его супруга стала мастером спорта по президентскому многоборью аж в 46 лет. Семена Чита до сих пор живет активной спортивной жизнью. В свои 60 лет я считаю, что у отца хорошая физическая форма. Я думаю, многим людям, которые в два раза моложе его, он еще сможет задать жару на беговой дорожке и на других спортивных объектах. Это очень здорово. Я буду стремиться к таким годам быть хотя бы, хотя бы процентов на 70, быть похожим, как он. В прошлом году сбылась давняя мечта сельского тренера. В райцентре построили этот спортивный комплекс. Причем продумать здание и спортплощадку доверили именно Евгению Алексеевичу. Почти все его пожелания учли в проекте. Это уникальный спорткомплекс в республике. Пожелания реализовались, честно говоря, на 200%. Дело в том, что вот, смотрите, наш игровой зал, он тоже многофункциональный. Здесь и волейбол, здесь и футзал, здесь и можно проводить любые занятия. Здесь группы фитнеса, допустим, они проводят большие групповые занятия. Здесь мы проводим соревнования даже по легкой атлетике проводить для детей. Очень большие. Здесь очень тепло, прекрасные условия для занятия, шикарная вентиляция, электронное табло. В период пандемии ветеран спорта не растерялся, хотя и застал его карантин врасплох. Разработал индивидуальную методику тренировок. Его воспитанники продолжали тренировочный процесс. Да, коронавирус нас заставил посмотреть прежде всего на свое здоровье, на свой образ жизни. Что мы делаем, как мы можем от него уберечься. И вот вы знаете, уровень иммунитета у спортсменов, которые занимаются, особенно циклическими видами спорта, в основном, у детей и у спортсменов более старшего возраста, очень высокий. То есть даже подцепив какую-то инфекцию, ну касаемую коронавируса, пневмонии, люди, которые занимаются этими видами спорта, люди, которые вообще ведут здоровый образ жизни, они гораздо легче выходят из этой ситуации. Наш антибиотик находится у нас в голове, в наших ногах, в наших руках. Для укрепления иммунитета своих воспитанников Евгений Алексеевич начал применять так называемую апитерапию, то есть продукты пчеловодства, мед и прополис. Это натуральная защита организма в сочетании со здоровым образом жизни дает отличные результаты. Никто из спортсменов не заболел. Все усиленно готовятся к предстоящему сезону, в частности на летний чемпионат республики по лыжным гонкам среди взрослых, куда собираются поехать часть его воспитанников. Ербулабишев Марат Игликов из Павлодарской области, Хабар, 24.